Работники нефтяной и газовой промышленности принимают поздравления. Школьная пора 35 общеобразовательных учреждений распахнули свои двери 1 сентября. За партой сели более 6 тысяч учеников. Около 2 километров сетей и порядка 30 рыбин ценных пород. В регионе продолжается охота за черными рыболовами. Финишная прямая очередной недели. Время подвести черту и вспомнить самые яркие события минувшихся дней. На телеканале «Север» программа «Итоги недели» в студии Алина Волочейская. Здравствуйте! Российская экономика приспособилась к новым ценам на нефть. Об этом рассказал Владимир Путин на встрече с журналистами. Пресс-конференция прошла в рамках открытия первого восточного экономического форума во Владивостоке. Отвечая на вопросы, Владимир Путин отметил, мировая экономика и в том числе энергетический сектор должны развиваться естественным путем. Что касается волатильности цен на энергоресурсы, на товары нашего традиционного экспорта, ну да, это имеет место быть, но это от нас не зависит. Это зависит от процессов, которые происходят в мировой экономике в целом, на азиатских рынках. Кстати, и здесь мы с китайскими нашими друзьями обсуждали. Ничего драматичного мы здесь не видим. Думаю, что эти корректировки биржевые, они вполне были ожидаемыми. Российская экономика, я считаю, уже практически приспособилась к этому. Есть еще, конечно, элементы, на которыми нужно будет работать, причем и правительству, и бизнесу, бизнес-сообществу. Мы так и будем поступать. Во вступительной речи на открытие форума Владимир Путин обозначил генеральную линию власти. Это расширение свободы предпринимательства и снижение бюрократических барьеров экономической системы. Именно эти направления являются приоритетом и для экономики Ненинского округа. Так прокомментировал выступление президента Игорь Кошин. Наш бюджет, безусловно, зависит от налоговых поступлений недропользователей. Но это вовсе не означает, что мы будем сидеть сложа руки, наблюдая за стоимостью барреля. Задача, которая стоит сегодня перед регионом – развитие производства, удовлетворяющего потребности жителей округа. Животноводство, оленеводство, овощеводство – приоритетные направления, но мы готовы поддержать инициативы окружных предпринимателей и в других важных отраслях – транспортной, образовательной, сфере услуг. Также в рамках Первого Восточного экономического форума Владимир Путин встретился с работниками нефтяной и газовой промышленности. В преддверии Дня нефтяника президент поздравил их с профессиональным праздником. В поздравительной речи президент отметил, что нефтегазовый комплекс – один из ключевых секторов отечественной экономики. Сегодня Россия входит в число мировых лидеров по добыче углеводородов, производству нефти и экспорту нефтепродуктов. Что касается волатильности цен на энергоресурсы, на товары нашего традиционного экспорта, ну да, это имеет место быть, но это от нас не зависит, это зависит от процессов, которые происходят в мировой экономике в целом, на азиатских рынках. Кстати, и здесь мы с китайскими нашими друзьями обсуждали, ничего драматичного мы здесь не видим. Думаю, что эти корректировки биржевые, они вполне были ожидаемыми. Российская экономика, я считаю, уже практически приспособилась к этому. Есть еще, конечно, элементы, на которыми нужно будет работать, причем и правительству, и бизнесу, бизнес-сообществу. Мы так и будем поступать. Президент отметил, что экономическая и энергетическая база страны укреплялась трудами нефтяников. Они были первопроходцами в освоении огромных пространств в России, создании индустриальных центров по Волжье, Сибири, Северо и Дальнего Востока. В преддверии Дня нефтяника своих работников чествовала и компания «Лукойл Севернефтегаз». Поздравить одну из самых крупных нефтедобывающих организаций пришли представители власти и общественных организаций. На праздничном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Сегодня в регионе работает около 30 недропользователей. Один из самых крупных – компания «Лукойл Севернефтегаз». Более двух тысяч сотрудников из Ниньцкого округа, Сыктывкара, Уфы, Перми и других городов трудятся на благо организации. Ежегодно в честь профессионального праздника администрация предприятия поощряет самых достойных работников. За личный вклад в развитие компании в этом году отметили 10 человек. Среди них – Гузель и Сангулова. Молодая девушка стала победителем конкурса «Лучший молодой специалист года» среди сотрудников. А сегодня ей предоставили почетное право занесения портрета на стенд «Лучшие работники». Гузель с детства знала, что станет геологом. Честно сказать, о романтике я и не понимала, что такое геолог. Но за меня мой дедушка сказал, что у нас будущий геолог. Я согласилась. Но после того, как у нас на втором курсе мы поехали в лес с лопатами, с молотком, ты даже и поняла, куда я пошла. А не пожалела? Вот сейчас не жалеешь о выбранном? Сейчас уже не жалею. Мне очень нравится. Не знаете, мне, наверное, больше даже нравится, что у меня мужской коллектив. Кстати, представители мужской половины коллектива также отметили. Украшать почетный стенд у главного здания «Лукойла» будет фотография ещё одного молодого и талантливого специалиста Сергея Соболева. Честно говоря, нет, так как я уже находился на ске почёта. Не так давно, буквально позапрошлым году. Не знаю, за какие-то профессиональные заслуги. Традиционно накануне Дня нефтяника также чествуют и продолжатели династии – детей сотрудников. Более 30 ребятишек сегодня получили дипломы и призы от профсоюзной организации компании. Я вот люблю заниматься танцами, пением, ну и ходить на кток. Я каждый год стремлюсь хорошо учиться на 4-5. Сегодня в конференц-зале было многолюдно. Поздравить одну из самых значимых организаций пришли представители власти и общественных организаций. Ведь наполняемость бюджета Ненецкого округа напрямую зависит от эффективности нефтегазовой промышленности. Мы каждый год подписываем соглашение с компанией «Лукойл». Компания производит отчисления на социально-экономическое развитие. И вот в ближайшем будущем мы начнем один очень большой инфраструктурный проект, социальный проект, который, я считаю, необходим нашему округу. Это строительство физкультурно-зарядительного комплекса, где у нас будут спортивные залы, соответствующие всем стандартам. И также будет еще один бассейн в этом инфраструктурно-зарядительном комплексе. И об этом мы договорились с руководством компании «Лукойл». И строительство будет осуществлено на отчисления на социально-экономическое развитие нашего округа. Это вот такой большой масштабный проект. Впереди у компании большие планы строительства новых социальных и культурных объектов. Директор предприятия Игорь Шарапов, подводя итоги празднования, отметил, что компания заботится не только о сотрудниках, но и о каждом жителе региона. Мы также присоединяемся к поздравлениям и хотим пожелать работникам нефтяной и газовой промышленности стабильности и благополучия. Сбербанк готов участвовать в 5-процентной ипотечной программе Ненецкого округа. Об этом стало известно на рабочей встрече с руководством Архангельского отделения Северного банка Сбербанка России, которую провел глава региона Игорь Кошин. В ходе встречи стороны обсудили реализацию приоритетных для Ненецкого округа проектов и ипотечных программ. Исполняющий обязанности председателя Северного банка Михаил Восятин заявил о готовности кредитной организации включиться в новую ипотечную программу, предоставляющую гражданам возможность приобрести жилье в ипотеку под 5% годовых в течение 10 лет. Также во время совещания шла речь о сохранении и развитии филиальной сети мобильных офисов банка в сельских поселениях. По мнению представителей Сбербанка, целесообразно сделать акцент на реализацию совместного проекта «Безналичный округ». Главной задачей сотрудничества остается организация доступности банковских услуг для каждого жителя села и обеспечение безопасного и своевременного поступления денежных средств в населенные пункты округа. Снова в школу. На этой неделе 35 образовательных учреждений Ненецкого округа распахнули свои двери для учеников. За парты сели более 6 тысяч школьников. Из них около 700 первоклассники – главные герои торжественных линеек. Они прошли во всех сельских и городских школах. День знаний отметила юбилей школа-поселка Искатели. В далеком 75-м году открылось 8-летнее учреждение. За парты тогда сели около 200 учеников. В 79-м году школа становится средней и расширяется до 10 классов. Сегодня здесь обучается более 800 учеников с 1 по 11 классы. Изначально школа состояла из одного деревянного здания. Оно строилось силами жителей поселка-геологов. Среди них были родители нынешнего учителя Искательской школы Марины Гурьяновой. Здесь раньше было много грибов, голубики, лес стоял. Потом родители наши и геологические компании решили построить школу для нас. Строили всем миром, можно сказать. Мои родители в частности. Тогда они и представить не могли, что их дочь свою жизнь посвятит работе именно в этой школе. Марина Валерьевна 35 лет обучает малышей. Как говорит вторая мама для сотен выпускников, мечта посвятить свою жизнь именно обучению и воспитанию подрастающего поколения появилась ещё в детстве. Всё детство, вернее, мечтала быть учителем. Играла в куклы. Писала в маленьких тетрадочках, проверяла. Потом пошла учиться. Сначала в наше педучилище, потом в Аркангельский педуниверситет. За 40 лет работы Искательской школы изменились образовательные стандарты ученики, учителя и сама школа. Одноэтажное деревянное здание дважды достраивалось. И если изначально в нём обучалось 170 школьников, то на юбилейный первый звонок пришло более 800 учеников. Гостями праздника стали родители и выпускники прошлых лет. По традиции поздравить первоклассников с первым сентября в стены родной школы приехал и глава региона Игорь Кошин. Вы знаете, когда смотришь и заходишь в специализированные классы физики, химии, биологии, порой поражаешься и очень сильно хочется сесть за парту и вспомнить то, чем мы учили когда-то. Честь подать юбилейный первый звонок выпала выпускнице школы 99-го года Татьяне Ударовой и её дочери-первоклассница Софье. Когда пришло время выбирать школу для дочери, Татьяна ни секунды не сомневалась. Конечно же, искательскую. У меня выбора не было. Я живу здесь в искателях давно. Сама была в этой школе. Естественно, я знаю, здесь какие учителя, какая подготовка. Меня всё устраивает. Естественно, моя дочь пойдёт. Пошла даже туда, где я училась. И Татьяна не прогадала. Три года назад в школе открылся профильный Роснефть-класс, ученики которого имеют право поступать на целевые места в Ухтинский государственный университет. А вскоре учреждение перейдёт на новую программу обучения. Эта школа как многопрофильная школа. Мы пытаемся соединить общее образование с дополнительным образованием. Кроме того, это увеличение профилей в старших классах, более активное сотрудничество, может быть, с другими социальными партнёрами, которые мы будем находить. Открытие в одном классе двух профилей, как в этом году у нас произошло на базе 10-го класса. В одном классе у нас будет и физико-математический, и социальный профиль. В 40-летний юбилей педагоги и ученики мечтают только об одном – строительстве для поселковой школы нового здания, которое будет соответствовать всем современным стандартам. Получать знания, не выезжая из тундры. Нининский округ планирует обучать детей оленеводов в кочевых школах. В регионе предполагается создать сеть детских садов и школ, которые работали бы в оленеводческих стойбищах. О перспективе этнокультурного образования расскажет Валентина Чибичек. Связь с родителями, сохранение обычаев и традиционного образа жизни. Такие доводы приводит Департамент региональной политики округа, который будет разрабатывать модели кочевых школ. В специальных учебных заведениях планируется обучать детей оленеводов. Концепция кочевых школ строится на том, что маленькие жители тундры, которые достигли школьного возраста, продолжают воспитываться в семье и имеют возможность получать новые знания, осваивать образовательные программы. При этом с малых лет ребенку присваивается любовь к родной территории, к традиционным видам хозяйствования. Думаю, что в дальнейшем такая практика позволит решить и вопросы кадрового дефицита в приоритетной для НАУ отрасли – оленеводстве. У нововведения немало положительных эффектов. По подсчетам специалистов, организация кочевых школ более экономична в сравнении с бюджетными расходами, связанными с вывозом и содержанием детей в школах-интернатах. Пилотный проект планируется реализовать в Ненецкой общине Канин. На сегодняшний день там проживает 38 детей дошкольного возраста. Мы связались с Канинским сельсоветом, чтобы узнать мнение местных жителей. По словам главы администрации Галины Варницной, подобное образование будет полезным для дошколят и младших школьников. А вот учащимся средних и старших классов кочевая школа не может стать альтернативой сельскому или городскому учреждению. В такой школе у учителей ограничены возможности. Даже информатику невозможно преподать по книгам. У нас нет интернета в тундре, у нас нет там мобильной связи. Все равно дети должны обучаться в той среде, в которой они потом в дальнейшем будут учиться. По мнению Галины Варницной, учащиеся кочевых школ будут неконкурентоспособными. Поселковые и городские учреждения дают детям всестороннее образование. Есть занятия по музыке, танцам, спортивной секции, декоративно-прикладное творчество. Не менее важна и социализация в среде сверстников. Вроде бы они там учатся-учатся. Мы хотим, чтобы они с родителями дольше жили, вроде бы, и с лучших побуждений это делаем. А может оказаться так, что он приехал в 5-6 класс, а он не тянет совсем. И мы его вынуждены будем в начальную школу возвращать. Подобный опыт организации учебного процесса детей-кочевников существует на Ямале. В соседнем регионе кочевым дошкольным образованием охвачено более сотни детей. Там с 2012 года активно развивают образование в тундре. В прошлом году в местах кочевий предоставляли образование 14 организаций. 9 детских садов, 1 школа-сад, 3 школы. Для таких учреждений даже готовят специальных кочевых педагогов. Полноценная реализация проекта началась только после того, как мы внесли необходимые изменения в оригинальную законодательную базу. У нас кочевая форма обучения закреплена в нашем законе об образовании. Разработаны вариативные формы организации образовательного процесса. Мы закрепили повышающий коэффициент за разъездной характер работы педагогическим работникам. Методическим сопровождением проекта у нас занимается Оригинальный институт развития образования. Региональные власти Ямала отмечают увеличение охвата дошкольным образованием и повышение занятости населения. Кочевая школа позволяет найти индивидуальный подход в воспитании ребенка. Малыши на протяжении обучения не отрываются от семьи. А это значит, дети не теряют навыков общения на родном языке и сохраняют традиционные знания. Более двух километров рыболовных сетей изъяли сотрудники Центра природопользования и охраны окружающей среды. На неделю они вернулись из очередного рейда по рекам Канина-Тимания. В состав инспекции вошла и наша съемочная группа. В Центр природопользования и охраны окружающей среды поступила информация, что вблизи поселка Индиго расставлено большое количество сетей. Туда первым делом и отправилась инспекция. Данные подтвердились. Снасти выставлены прямо напротив столицы Тиманского сельсовета. Надзорные органы считают, что это серьезная недоработка местных властей. Поселковая власть. Сотрудники там, по-моему, есть сотрудник полиции участковой. Как-то на это реагируют, все не очень понятно. То есть прямо из поселка видны сети, которые незаконно стоят на пути миграции из Атлантического лосося и других ценных пород рыб. Меры никакие не принимаются. Значит, людям легче быть безработными. Хотя я думаю, что в поселке работы имеется. Но добывать биоресурсы. Продажа. Ну и вот так проще и удобнее. Следующая в маршруте деревня Воланга. Одноименная река – золотая жила для незаконных рыбаков. Река полностью перегорожена в нескольких местах. И не только перегорожена, а все-таки стоят в шахматном порядке. Естественно, никакая рыба здесь пройти на нерест не может. Стадо выбивается. Просто выбивается стадо всем уже. Как она будет восстанавливаться – это вопрос уже другой. На Воланге инспекторы обнаружили место дислокации браконьеров. Палатку со всем необходимым для проживания едой с сетями. Неподалеку нашли тайник с недавно пойманной рыбой. 17 штук семги и 19 горбуши. Браконьерам удалось улизнуть. Завершающая точка в маршруте – река Черная. Она также является нерестовой рекой. Водоем был перегорожен в трех местах. Инспекторы выпустили из сети в естественную среду обитания две рыбины горбуши. Черным рыболовам и здесь удалось скрыться. В устье реки стояла моторная лодка с провизией. Всего в результате рейда было срезано около двух километров сетей. Рейды будут продолжаться. Такова была картина прошедшей недели. Какая будет следующая – узнаете из наших выпусков новостей. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи на севере. Субтитры создавал DimaTorzok